так сейчас ну так у олега александровича в доме в гостях и сейчас он расскажет про свое хобби индейцы вот я и вот реально я видел но я столько никогда не видел то есть сейчас расскажи что у тебя в руках это жезл злахаря вообще хобби какое у Александра Олега Александровича это же все очень святое у индейцев было полностью тоже и к ним а тут уже одно это как сказать определенное отношение не так просто чтобы так палка палка но никак не палка так что это аккуратно с этими вещами относиться ну глухарь голова глухарь голова то есть ты еще и шаман похоже вот а тут это давай вот так вот я отойду мне не хватает этот маленько вот посох такой ты все сам это делаешь ты вообще молодец сейчас мы сестру ну просто реально кости он как собираешь кости и рога все везде полностью как есть где шкуры где еще мне несут все что мне висит все я сам олег от иди вот так что там солнышко на тебя светит вот так вот расскажи там про фигурки про еще что-то там у тебя он собирает у него фигурки всевозможные то есть получается у тебя это у тебя это картина ну ты вообще молодец тоже поехали дальше там там он вообще у него тут все индейцы 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 индейская тема кругом там просто вот тут на тему это рисовали дух земли дочери дочери это там какие-то в школе проекты пишут они все вот помогаешь и как бы все оформили в рамку тоже первое место замены да не одном году мы все это звездили наши дети по первыми сами в москву ездили по защиту манси индейцы все там это проект у нас были писали часа головной убор у меня тоже есть их два один старый как бы получается другой новый старыми раз дочь носит а новый то это он убран я его не буду доставать старый-старый покажи то что такое редко даже для себя просто да вот так вот вот у него там это ты все сам вручную доделал делая не покупал где-то такой купе что скажи пожалуй настоящий еще супер все полностью это ты про эти периода которые он рисовал сколько на кругов нарезал спроси сколько черепов он выварил в кузне это маленький у тебя есть большой могу я вам фотографии видел у тебя не ну супер общине но тут же орнамент тоже у тебя какой-то лишь там по каждому племени свой какой-то орнамент головной убор собирается индивидуально и любой как сказать может его сделать по-своему на любой вкус там нету этого что но только чисто в том что его не каждый носить может там получаться каждое пиро то заслуга как у нас медали вот допустим медаль а у них это пиво как не то есть вою-вою-вою только знатные люди которые там и допустим которые отличились во всем всякие там боях все полностью завладели империи все и не только вот так а такие посты как рядовой допустим он уже не имел на заслугу за эти перья заработать не так просто что-то взял то есть на также как и название там медведь там или человек медведь или каком небольшой лда военный вождь был вождь всего племени полностью которые самые старейшины все это полностью седево уважаемые там все которые мне все и которые были потом я уберу сейчас не буду убирать олег александрович у нас талантище какой ребята он садите мы на экскурсии да 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 сейчас они там сейчас у нее там агавку здесь получается тоже видите на каменный каменный настоящий он кованый такой там агавка вот получается другой уже вообще тут настоящие это человеческие волосы олег александрович вот дай бог тебе здоровья купи себе камеру просветит и людей но это же интересно людям для чего да нет ну просто чтобы он тоже показывал люди там ну реально это хобби офигительно вообще-то он не скрывается заслуги то есть да нет есть заслуги но может это еще на ютюбе все показывает надо мне вот так вот чтобы вы не против света сергей игоревич не все сразу дойдет это ютюба пахнет потом и тюк и все я подспар подскажу все там народу реально там с манси ездим я вот мы как раз поза том году похоже получат пиратом приехать до книг к манси разговорились с ними к ним оказывается приезжали индейцы тоже из канады были лица ну а тут это вот рассказывал что у тебя здесь у него фигурки здесь и лошади индейцы коллекция индейцев но там между прочим вот все люди которые были на самом на реальных событиях не как-то часть но большинство все это реально событие вот этот вот вождь то есть как-то воин военный белый колчан самый известный коронократ северной америке блин у тебя слушай столько в него вот никто никогда столько него и лошадей как он украл он за убил белый американского у белой умерли как сказать у американской армии четыре сотни голов за раз лошадей увел потом эти же американцы у него этих лошадей отбили и все же он все равно половину их у них снова увел это самое на реальные события этот мастасоид вождь индейцев тоже он первый встретился с колонизациями америки в этого там когда на канаду когда американцы первые открыватели пришли вот он с ними помог им выжить тоже там этим все у них был союз полностью все и пока он жил войны не было как только мастасоид скончался там не знаю если управлять его сын все и началась война между канализацией в америке то есть моментов да то есть много нюансов как сказать много все все речи рассказать для них хватит ты вот так вот ты снимает тоже из вот свет это все были люди его джозеф тоже он тоже будут как сказать это джозеф который его вождь тоже племени войнаны персия еще такой называться фильм есть вот жжа тоже белый долго его это они охотились он находил как сказать полностью великий стратег был так что он уходил от этих белых они не могли он дошел до канады что там спастись а ну а когда не пересек он остался поверился так этим белым остался же там на часть у него ушла в канаду племени часть остался тут ну так он и потом все таки это умер все это как резервации это же ты прошеда целая кладезь из на знаний сужья хорошо мы к тебе в гости приехали тут есть белые которые фигурки тоже вот дженни уокли тоже девушка которая это на маленького роста была невысокого постоянно метки отметки стрелок шоу дикий запад buffalo билл вот она как раз у них в этом шоу участвовала у него тоже вот эти вот все полностью не он ты в общем людей существовали и когда вот эти фигурки я стал выписывать тоже не интересно стало почему одну допустим название пишут сидящий бык я бы значит лицо должно быть соответствовать ему не так просто же я достал энциклопедии фотографии посмотрел точно лица одна один к одному сделано на фигурках и на фотографии слушай ну люди если мне вопросы будут звать мне мнением чем говорить его телефон надо надо давать придется тянете замучивать слушай все помощь известно всякие гуру разные вот эти гуру тоже как вавука после того как все американцы уже полностью с индейскими войнами завязали он просто он воспитывался он полу кровка нечистый индеец он полу кровка все у него отец белый мать где индианка он выучился кончил христианскую школу миссию все полностью по веру метров 7 ну как это все а потом уже решил что зачем мне это все это как сказать христианская даже своих и давай как сказать вести племена собирать объединять как бы все это если мы будет исполним танец бизона все полностью только в один день в одно время то вернуться индейцы вернутся погибшие бизоны все короче все восстановится обратно и когда все на как-то день назначены был начали нигейцы уже это и американцы начали подозревать все это все они готовились а что типа вот недель сейчас восстание начнутся надо это опять подавлять восстание и когда начались вот эти танцы и там даже в одной деревне бунды дни с хранителем очнется бунды дни на ручье этот крик вот этот было когда как раз расстреляно невинные люди вот эти вот больше двухсот человек как раз они вытанец к начали исполнять и белый практически чит так просто и расстреляли всем блин восстание подавили везде засуне восстание в особо чисто туда и дети объясняли что это не восстание это чисто просто пляска белая побоялись они по всей этой территории где только начинали искупление детям под полностью задачами все и потом вову казаки остался и не уже полностью расследовать все не сбылось у них это все его как бы это уже вот там этот он тоже вот сидящий бык сам тоже вот это вот тоже он тоже и шаман как-то эти пророки вождь все полностью это и он все племена одни силу которые лакота дакота все эти когда-то все одно племя получат как быть такого разные языки языковые глупости разные они тоже также ему подчиняются полностью он тоже мог это и предвидел все будет даже из как потом это как предсказать предсказывал как чего отдачи тоже погиб предательский который убили его совсем это тоже также что замешательство было что типа готовить восстание все пришли его арестовывать он как бы это в спину ему как очень выстрелили свои же в общем вот такое хобби бешеный коллега александровича у нас правая рука этого вольтя было обеда сидящего пока вот он бешеный конь нет это надо отдельно не может на вид это потому что у него ему надо рассказывать просто садится рассказывать о том что у него есть такой вот пантеак который тоже это восстание подымал индейцев все эти лица которые туда существуют они это на самом деле исторический да я выберешь фотографию сравниваешь один в один лицо сделано не ну слушай хобби у тебя грандиозное конечно я все ожидал но чтобы это во это это надо прочитать столько литературы это вот в каное гаевато этот человек был на самом деле только его зале и как это не гаевато там еще долго его то зовут там немножко по-другому чуть-чуть какие две буквы не помню какие изменены а так это человек был прототипе его полностью все он также ходил объединял племена как вот в этот план файла написано всех примем не объединял чтобы него это войны не был ничего и этот тон был то на самом деле человек г maggot как вот тоже чингачгук чингачгук и не мог купер написал все чингачгук был прототип этого человека бы прототип все просто с этого взяли человека взяли вот и поставили залива очень бочку к вот и все а также сам вечер такой был тоже так что вот так вот кратенько вот у нас вот такой прекрасный кузнец вот такое хобби просто обалденное так Ребята, всем всего доброго, всем пока. Тут можно море-море снимать. Ну тут можно, да. Тут много чего. Руки, зубы. А вот у нас... Олег Александрович, рассказывай. Что это у тебя такое? Рубаха. Война. Военная рубаха. По нашему костюму, индейцы. Ну вообще, просто у него тут заходишь... Передник там, ну короче, все там. Слушай, я у тебя нашел. Один минус. Я просил, я не умею еще выживать крестников. Я нанимал, только спросил. Деньги заплатил просто человеку. Олег Александрович, я нашел у тебя один минус. Недоработка в доме. У тебя вигвама там нет. Типи. Вигвам у меня есть. У него вигвам даже есть. А мы сейчас где находимся-то? Не, ну у тебя дом, у них же свой там этот. Типи. Вигвам и типи это разные вещи. Простите меня, я тут этот маленько. Ну то есть видите, как все типи. А типи, я слышал, у этих тоже есть. Как его? Ой. У финны есть даже фирма, по-моему, типи. Чукчи. У них одинаковые. Все северные народы. Мы же от них произошли живем. То есть, как сказать, индейцы произошли живем от этого. От нас, вот как, от северных народов. По Берингову проливу перешли. Это уже доказано, все ДНК, всяким путем. А вигвам это вот дом. Он не переносится с места на место. А типи это коническая палатка, легкая. Она просто, надо перекочевать. Свернули шкуру, свернули, шесты собрали, все, переехали. Но индейцы же больше кочевники были. Не все племена. Не все племена. Есть, которые оседлыми занимаются. Они занимались земледелием расти, там, кукурузу, все вот эти вот тоже. Ну, допустим, иди. Вот. А которые были кочевники, они вот в основном охотники. Вот эти все вот. Они кочевали за стадами бизонов, за стадами этим, все вот это вот. Это вот как раз вот силы язычные, которые. Как такова силу, это они это, захватчики. В общем, я первый подписчик на твоем канале про индейцев. Когда будет? Я его сейчас подведу под это все. Когда ты будешь снимать про индейцев? Скажи мне, пожалуйста. Не знаю. Это чтоб про меня только снимали. Я сам не буду снимать. Да слушай. Мне некогда. Ну, он вечером сел. Ну, реально интересно. Даже вечером. У меня вон еще. Он ушастая братва живет. Ее надо накормить будет. Ничего страшного. Они перезимуют. Пускай мышей идут. Так что вот еще вот так вот. Точнее костюм могу показать тоже. Давай показывай костюм. Не, ну есть что посмотреть. Пока добрые все. Ну, просто когда вот людям элементарные вещи какие-то рассказать, да? Не, вот сам когда такое увидишь. Да и сам когда такое увидишь. Вот костюм. Это до дочери. Ваще. У меня Ленка отожмется сразу же. Что все делали сами, как сказать полностью? А, слушай. Если тебе надо кожу. У меня у Сашки. Сашка у нас Александр Дениевич есть. Он по коже занимается. У него там тоже вот надо вот есть что посмотреть. Так что вот как-то так. Ну, вот так вот кратенько то есть. Потому что слов нету. Только одни эмоции на самом деле. Еще раз у нас. Вот наш замечательный кузнец. Ох, ну ты сегодня всех удивил. Вообще, е-бога. Всех удивил. Это и гуфы не все так там. А, ну что, остыл?